МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И в ближайшие 15 минут мы расскажем вам о самых ярких и интересных событиях культурной жизни нашего города. Ну вот и началось лето. Для большинства из нас это пора отдыха. Но ведь можно потратить это время с умом и подготовиться к какому-нибудь важному событию. Так в Театре драмы с началом нового сезона планируется проведение творческого конкурса. И если вы хотели бы в нем поучаствовать, подготовку можно начать прямо сейчас. Будущей осенью в нашем городе впервые будет проведен молодежный конкурс творческих работ в области театральной деятельности «Драматив». Проводит его Рязанский театр драмы при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области. По словам директора театра Семена Гречко, идея создания подобного конкурса уже давно витала в воздухе. А причина в том, что сегодня театральные сообщества пытаются переориентироваться на более молодой возраст зрителя. Вот как раз для этого и решено было более плотно поработать с молодежью путем вот такого состязания во всех сферах театрального искусства. Мы, наверное, уже даже вынуждены обращаться к молодым дизайнерам, фотографам, сценаристам, режиссерам, для того, чтобы тот материал, который мы преподносим зрителю, был интересен именно молодым. Да? Давно вынашивали идею, практически два года, и решили, что время пришло. Мне кажется, что и для театра это будет интересно, безусловно, открыть новые имена для себя, и для молодежи, которая, наверное, откроет театр для себя по-новому тоже. Организаторы конкурса «Драматив» ставят перед собой задачу лучше узнать, что молодые люди хотят видеть на сцене, как, на их взгляд, должны быть оформлены современные постановки, какие именно маркетинговые и пиар-технологии привлекут их внимание. Именно в связи с таким широким кругом задач конкурс будет проводиться по нескольким номинациям. В них будет охвачена журналистика, пиар-технологии, фотографии, дизайн, графика, и все это применительно к театральной жизни. И, конечно же, по каждому направлению будет работать квалифицированные жюри. Поскольку жюри будет состоять из профессионалов, и профессионалов высокого достаточно уровня, я думаю, что тут и самим ребятам будет очень интересно получить оценку от профессионалов такого разряда, то есть от тех же дизайнеров лучших, от тех же фотограф лучших. Я думаю, что вот мы планируем поработать с Павлушиным, который будет в жюри. Я думаю, что любой фотограф будет рад поработать с Андреем только ради того, чтобы получить какой-то опыт. Принять участие в конкурсе, который будет проходить с 10 октября по 20 декабря, может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. А с положениями конкурса можно познакомиться на сайте Театра Драмы. Ребята из студии «Авторской куклы» не прекращают трудиться и летом. А с теми работами, которые они уже сделали, любой желающий может познакомиться на выставке в творческой галерее для тебя. Вы думаете, все дети любят только играть в куклы? А вот и нет. Этим ребятам из студии «Авторской куклы» Дворца детского творчества гораздо интереснее их делать. Причем создают они коллекционные куклы. Такими играть не принято. Такими принято любоваться. Собственно говоря, чтобы каждый смог это сделать, в творческой галерее для тебя и открылась эта выставка, приуроченная к юбилею студии «Авторской куклы». За пять лет существования в ней выучилось более 150 человек. Кроме того, студия буквально с первого года активно участвует в различных конкурсах городских, областных и даже международных, где чаще всего воспитанники занимают почетные первые места. А вот и наглядный пример. Ариана Прокопьева в апреле этого года на международном конкурсе декоративно-прикладного художественного творчества заняла первое место. Девочка уже два года занимается в студии «Авторской куклы». За это время она сделала пять работ, с двумя из которых мы можем познакомиться на выставке. Это «Карабас-Барабас» и «Дуримар». Мы делали по сказке «Буратино», и все девочки сразу захотели делать «Мальвину» и «Пьеро». А мне «Карабас-Барабас» подходит больше по характеру. У него костюмчик по темпераменту. Техник для создания «Авторской куклы» множество, но в этой студии рождаются только коллекционные экземпляры. А для того, чтобы такую куклу сделать, нужно уметь работать с различными направлениями декоративно-художественного искусства. Там надо, помимо того, что надо суметь вылепить скульптуру, сделать, надо суметь ее одеть, расписать, обуть, сделать аксессуары, сделать вообще фон, подставку. То есть это все очень-очень большое направление. И вообще ребятам очень тяжело работать, но когда они начинают творить и постепенно делают, и кому это нравится, они остаются надолго. И получаются вообще просто замечательные такие вот детские работы. Педагоги утверждают, что даже если вы ничего не умеете, не стоит бояться. Куклу может сделать каждый. Стоит только начать, а дальше она сама поведет вас за собой. А рождение куклы происходит, когда даже ребенок или взрослый начинает придумывать образ, ну, рисуется какой-то эскиз, наброски. И в процессе работы образ может меняться. Вот самое удивительное то, что, когда начинается работа над образом, мы ее сначала лепим из пластика, получается одно. Потом, когда мы начинаем собирать уже образ, одевать, обувать, расписывать лицо, кукла меняется. И она меняется все лучше в сторону. И вот этот вот процесс, он завораживает, потому что ты уже смотришь на работу, которая у тебя уже, получается, идет к завершению. А она все меняется и меняется. То есть сам образ, он как бы оживает и требует перемены той, какая ему необходима. На этой выставке по большей части представлены сказочные персонажи. Пеппи Длинный чулок, снежная королева, Карлсон. Кстати, по соседству с ними в салоне «Для тебя», который к тому же является домом авторской куклы, стоят экземпляры, выполненные мастерами. И непрофессионал вряд ли сможет отличить детские работы от взрослых. Даже владелица салона Людмила Селицкая, которая сама создает и коллекционирует куклы, была приятно удивлена уровнем выполнения этих работ. Я была просто поражена. Это катастрофа, в хорошем смысле слова. Столько талантливых детей, столько фантазии, столько идей, столько тем для творчества. Такое мастерство это просто поражает. Я горжусь, что в нашем городе такие дети. Полюбоваться коллекционными куклами может любой желающий. Выставка будет работать на протяжении всего июня в творческой галерее «Для тебя» на улице Кольцова. На минувшей неделе мы были частыми гостями в студии, о которой рассказали в предыдущем сюжете. На сей раз в художественном салоне «Для тебя» прошел мастер-класс по живописи. Наступили такие времена, когда в любом возрасте любой желающий может начать заниматься творчеством, пусть даже и на любительском уровне. Вот как раз для тех, кто с детства мечтал стать художником, а сегодня активно над этим работает и был устроен мастер-класс в творческой галерее «Для тебя». Для его проведения руководитель студии Людмила Селицкая пригласила пока еще не очень хорошо известного в рязанских кругах художника Дениса Чернова. В наш город он переехал из Харькова в конце ноября в связи со сложной политической обстановкой в Украине. Именно Рязань была выбрана не случайно, отсюда родом предки его жены. И потом наш древний город сразу очаровал художника и подарил множество творческих идей. Как может не зацепить, естественно, Кремль тот же самый, да? Сколько там старинный. Очень много прекрасных зданий, деревянная архитектура. В Харькове последнее здание деревянного зодчества было снесено сравнительно недавно. Здесь этого еще много осталось. Данное мероприятие, можно сказать, первая творческая акция Дениса в нашем городе. И с его точки зрения, то, что происходило в салоне, мастер-классом в чистом виде все-таки назвать нельзя. Здесь не совсем есть возможность по площади, чтобы каждый участник, например, здесь человек расположился там с этюдниками и начал бы работать. То есть это не мастерская как таковая. То есть как бы это будет показ моего творчества, как можно, в принципе, обыгрывать материал. Остановились на том, что нужно написать какой-нибудь весенний пейзаж. Ведь наступает пора пленэров, а значит самое время раскрыть несколько профессиональных секретов. Ну а то, что вместо настоящего пейзажа фотография, не страшно. Главное – включить фантазию. На практике я вам скажу, что всегда хорошо воспринимается тот пейзаж, который как бы фотографию в одну не влезет. То есть так как несколько вот таких фрагментов, набранных в этом месте, собирается из мозаики, тогда воспринимается картина, а не картинно, а не фрагментарно. По словам Дениса, в творчестве нет ограничений. Есть правила, созданные для того, чтобы добиться того или иного результата в определенном направлении или стиле. Своим слушательницам он рассказал о самых важных особенностях написания пейзажа, об общих закономерностях композиции, картины, о ритмических пятнах, о пленерном восприятии и еще о множестве мелочей, которые может знать только профессиональный художник. Кстати, в творческой галерее «Дли тебя» готовится целая серия подобных мастер-классов по различным направлениям. Так что, если вы не знаете, чем занять себя этим летом, может быть, стоит заглянуть сюда и попробовать поискать в себе творческую жилку. Ну а следующим пунктом путешествия по культурной жизни Рязани стала студия детского творчества «Калибри». Здесь ребята представили изделия самых разных видов декоративно-прикладного искусства. Летние каникулы начинаются для школьников и для воспитанников студии «Калибри». Но перед трехмесячным перерывом в студии решили устроить особенную выставку. Здесь представили изделия декоративно-прикладного искусства. А вообще очень часто мы используем вот всё, что буквально валяется под ногами. Это газеты, это те же камушки, бусинки, это тряпочки. И всё в руках пытливого, фантазийного человека может превратиться в произведение искусства. В общем, вот такая у нас была задача. И всё главное сделано с любовью. Самим детям было интересно выполнять необычные задания, например, барельефы на тему китайского гороскопа. Это лошадка. Гот лошади. А как ты на ней работала? Расскажи, пожалуйста. Ну, она внутри пола. Ей зовут Аня. Мне интереснее лошадей делать, чем рыб. Рыба – это легко. Капелька, хвостик и всё. Скучно. Изюминкой выставки Людмила Львовна считает мозаики настолько разнообразные и тем более интересные от того, что сделаны они из, казалось бы, ненужных или забытых предметов. В конце года они уже увяли, им уже стало немножко нескучно, нет, устало. Витаминов не хватает и так далее. Поэтому вот эти работы, особенно вот эта последняя, такая немножко гламурная. Но мы старались не скатиться до кича, потому что техника, такой калаш, мозаика. Мы соединились в всякие разные камушки, киндер-сюрпризы. В общем-то, всё, что валялось у них дома, бесцельно, многие годы. Кто-то достал, может быть, родителей, свои любимые бусики даже из детства. Дети, которые нас собирали киндер-сюрпризы за несколько лет, и тоже они просто бесцельно валялись. Они все-все пошли у нас в дело. Получились такие секретики. Мы рисовали каляку сначала, потом переводили на другую картонку. Как Лена уже сказала, мы наклеивали это, и получилась мозаика. Декоративно-прикладное искусство – самый древний вид человеческого творчества. С древних пор хотелось, чтобы жилище человека было не только удобным, но и красивым. Давайте представим насекуру, если бы декоративно-прикладное искусство, чему посвящена наша выставка, не стало, не было бы прикладного искусства. Представляете, какой бы серый, скучный стал бы мир. Текстильная скульптура – ещё один вид искусства, который освоили дети постарше. Это не просто кукла, в которой играть, она тоже как украшение интерьера. И это не просто кукла, это у нас ангелы-хранители. И даже точнее вестники. Как когда-то в деле Марии ангел принёс лилию, как символ благочестивости, чистоты, непорочности, то здесь ангел приносит своему подопечному всё, что угодно можно принести. Там можно цветочек, как символ успеха, и кошечка, как символ уюта, домашности, дома. Кроме того, на этой выставке можно увидеть работы в технике папье-маше, керамику, валяние и аппликации. Удеятельные изделия, сотворённые с любовью, до начала летних каникул, всё ещё доступны для посетителей. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова